Исходя из этого Вообще медициной занимаются, в принципе, специалисты разных профилей. Соматическими болезнями, к примеру, занимаются терапевты, хирурги, инфекционисты и так далее. А вот душевным здоровьем занимается не так много, их, по сути, всего лишь два. Это психиатры и клинические психологи. Человек может находиться в двух состояниях. Это вменяемости и невменяемости. До вопроса вменяемости и невменяемости дело доходит только при криминальных случаях. Отдельно этим занимаются так называемые судебные психиатры. Вообще, в принципе, в чем проблема душевных болезней? Чем они так плохи? Ну, на самом деле, любая душевная болезнь тянет за собой некое выпадение из общества. Как минимум, потому что человек начинает немножко нездраво воспринимать окружающее. Но вот что именно, какие, скажем так, нехорошие вещи заставляют людей идти на крайности? Давайте до начала рассмотрим такую условную схему, как работает наша психика. На этой картинке, в принципе, все показано. Это три основные звена. Первое. Аффективное звено или восприятие информации. Вот мистер Холмс слушает своего друга, я сомневаюсь, что он слушает, он скорее смотрит, замечает, слушает доктора Ватсона, анализирует это. Второе звено – это аналитическое. И третье звено – это аффективное. В нашем случае делает вывод, может сказать его вслух, а может и промолчать. Три основные звена работы психики. И для простоты понимания я предлагаю рассматривать нарушения на каждом из этапов. Но какие бывают нарушения? Психиатрия – это дисциплина сугубо медицинская. И она, конечно, использует медицинские термины. Это симптомы и синдромы. Давайте разберемся, что это такое. Симптомы – это на самом деле очень просто. Это признак наличия патологии. Основных видов симптомов бывает всего четыре. Это усиление и ослабление функции. Давайте на примере расстройства памяти попробуем проанализировать. Усиление и ослабление функции – это гиперамнезия, если сильнее и гипамнезия, если слабее. Третий тип – это выпадение функции, амнезия. И четвертый тип – он, скажем так, не имеет красивых приставок. Это зачастую извращение. Допустим, по отношению к памяти называется конфабуляция. Когда определенные воспоминания замещаются теми, которых, в принципе, у человека не было. Он их где-то услышал, где-то узнал, прочитал такое. Да, все это в итоге у нас приводит к нежелательным последствиям. Давайте теперь по каждому звену пройдемся. Первое звено – это аффективное восприятие информации. По сути, самое популярное – это так называемая дереализация. Грубо говоря, человек оказывается ежиком в тумане. Для него мир становится непонятным, чуждым, скажем так. Ну, как будто с бадуна проснулся. Вот где-то приблизительно такое ощущение. Есть еще также два очень популярных явления. Думаю, все о них слышали в той или иной степени. И первое – это дежавю, уже виденное. Да, это психиатрический признак, скажем так. Но на самом деле он может быть вполне и у обычных людей в соответствующих условиях. Многие его хотя бы раз в жизни испытывали. Следующий – это жамаву, так называемый. Или еще невиденное. Прикол жамаву в том, что старые вещи человеку кажутся новыми. Он испытывает такие новые эмоции с ними. Как будто бы, не знаю, я увидел свою маму впервые. Ну, вот просыпаешься утром, видишь своего супруга, родителя, другого родственника, как будто бы никогда его не видел раньше. Но это не забывание, а именно такое ощущение, что это что-то новое для тебя. Далее есть еще такое неприятное ощущение, как деперсонализация. Если в случае деперсонализации мы теряемся в окружающей среде, то в случае деперсонализации мы теряемся в себе. Нам кажется, что я не такой, как вчера. Как будто бы старые привычки, обыденности к тому подобное становятся чуждыми человеку. Это деперсонализация. Да, кстати, по поводу диреализации еще один интересный момент. Думаю, все слышали, белая горячка. Delirium tremens. Вот это, кстати, одна из разновидностей диреализного изменения сознания. Такая картинка, значит, на улице за окном цветет вишня. Да, судя по всему, там поют птички, всякое такое. И стоит пони. Вот прикол в том, что если стоит пони реально, то все классно. Но если видит пони только пациент, ну, это так называемый пример простой галлюцинации. То есть это обычный зрительный образ, которого нет в реальности, но человек его видит. Вот, если это поняша еще и зовет его на крыльцо выпить спрайта, перед нами пример сложной галлюцинации. То есть у нас уже два компонента, к минимуму, замешаны. Их даже, может быть, и больше. Следующая картинка. Если, допустим, поняша каким-то образом оказалась в толстой кишке у пациента, откуда она начинает ему навязывать, эй, идем, давай выпьем спрайта. А может быть, то даже и не поняша, может быть, то вчерашний ужин с ним говорит и так далее. То есть он даже сам не знает, что там толком-то, но где-то вот здесь его беспокоит. Да, кстати, такие пациенты очень склонны навязываться к другим специалистам с просьбой «помогите мне, там в кишечнике кто-то застрял». Да. Это так называемый пример псевдогаллюцинации. Особенность псевдогаллюцинации в том, что человек не совсем определен, что именно он видит, слышит и вообще сизает, но при этом это обычно идет ощущение извне. Следующий пример. Так называемые иллюзии. Вот, допустим, стоит карета скорой помощи старого образца на улице, и все нормально, мы видим карету. А что же видит пациент? Возможно, что он видит карету, которая запряжена Пегасом, Цербером и Тагерутсом. Это к вам пример иллюзии. В чем разница между иллюзией и галлюцинацией? Ну, как минимум в том, что галлюцинация – это восприятие объекта, которого не существует в реальности, ну, он не может его сизать. А иллюзия – это восприятие уже существующих объектов только чуть-чуть в другом свете. Да, я немножко перескочил. Теперь это было первое звено. Второе. То, что нас мотивирует, настраивает и вообще является одной из наших самых мощных движущих сил, это настроение. В психиатрии имеется наблюдение двух основных изменений настроения. Это слишком приподнятое и слишком подавленное. Слишком приподнятое – это так называемое маниакальное состояние. Да, про маньяков почти все слышали. В чем же прикол маньяков? На самом деле маниакальное состояние – это, в первую очередь, приподнятое состояние. Во-вторых, это сильная двигательная активность. В-третьих, это повышенное сексуальное желание и намерение быстро его удовлетворить. Где угодно, с кем угодно, как угодно. Одним также из критериев маниакального состояния является очень быстрая речь. То есть то, что мы можем наблюдать объективно. Ну, шастающие глаза и так далее. Обратной же стороной является депрессия. Депрессивное состояние, которое мы наблюдаем, все полностью противоположное. Человек недвижим, ему не особо хочется общаться, ему хочется, так сказать, вообще замкнуться в себе. Это нарушение настроения. Теперь поговорим немножко про инстинкты. Фильм «Чужой», по-моему, это хороший ассоциативный ряд, чтобы запомнить. Что может быть не так у нас с инстинктами? Здесь, пожалуй, две самые такие популярные патологии – это тревожно-фобические расстройства. С тревогой и фобией все в той или иной степени встречались. В чем же разница? Тревога, по сути, это, так сказать, фон, на котором человек ощущает, что сейчас произойдет что-то плохое. Некой неопределенный страх за свое существование. Увы, у тревоги есть объективные проявления, которые в итоге могут приводить к соматическим осложнениям. Это повышение давления, сердечного ритма, сердечного выброса. Это, само собой, учащение дыхания. И в целом регулярное испытывание тревоги и невозможность его подавить может привести к так называемой панической атаке, с которой, кстати, могут госпитализировать. Фобия. Фобия, в принципе, это то же самое, что и тревога, но за исключением того, что там имеется конкретный объект опасения. Если при тревоге мы не знаем, чего боимся, при фобии мы испытываем все то же самое, просто мы четко знаем свой страх, то, что вот этот объект нам может нанести какие-то увечья. И третье звено – мышление. Размышляющий человек вообще мыслить – это классно, это всем помогает, но, увы, оно имеет за собой неприятные последствия. Вот есть такие люди, целенаправленные, устремленные, которые хотят ввести в мир что-то новое, ну или, по крайней мере, за это заявляют. И они обычно нас вдохновляют. У них есть какая-то идея сильная такая, которую они готовы продвигать в массы. Часть людей их слушает, часть нет, но все-таки мы на них как-то реагируем. Для нас это такой контраст. А в психиатрии, ну, с одной стороны, это нам дало очень большой толчок. Благодаря таким людям мы смогли, так сказать, немножко спрогрессировать, но и, увы, и спрогрессировать тоже, потому что не всегда эти идеи здравые. Мы поговорим сейчас про так называемые сверхценные идеи. Их основных три вида сверхценных идей. На самом деле их намного больше, просто три – это такие самые часто наблюдаемые. То есть идеи, которые полностью захватывают разум человека. Первое – это ипохондрические идеи, при которых человек начинает навязывать себе всякие болезни. Так называемые профессионально болеющие люди – это те самые, которые штурмуют стены медицинских учреждений с просьбой их полностью продиагностировать, делают себе по пять раз в году МРТ. УЗИ всех органов и систем у них есть. К счастью, когда они попадают в настоящие патологии, у нас уже имеется очень большой диагностический материал. Ипохондрические. Далее – это сверхценная идея изобретательства. При сверхценных идеях изобретательства действительно человек что-то создает. Он может придумать некий математический аппарат или некие реальные материальные разработки. Но, увы, они, скажем так, не совсем здраво оценивают. Это, грубо говоря, создал на копейку, пытаешься продать за сотню. Ну, у кого-то это получается, и слава богу, но это крайне мало людей. Далее. Это сверхценная идея ревности. Ревность – это, в принципе, относительно нормальная реакция. Но не до тех пор, пока ваша половинка не начинает следить за вашими соцсетями, не толдычит за трехминутное опоздание с работы и тому подобное. То есть когда это уже становится совсем не в моготу. Точнее, близко к совсем не в моготу. В принципе, это были сами идеи. Идеи – это так называемая область малой психиатрии. Это не так страшно. Не могут быть и у обычных людей. Но сейчас поговорим о более страшной патологии. Это мышление. Патологическое мышление. То есть как можно думать неправильно. В принципе, сверхценная идея возникает на более или менее здравой почве. А вот есть противоположный, так называемый бред. У бреда есть три критерия. Да, такой пример полного бреда, на мой взгляд. У бреда есть три основные критерия. Первый. Бредовая идея полностью захватывает человека. То есть он только о ней и думает большую часть времени. Второе. Бред полностью определяет деятельность человека. Он будет разрабатывать эту идею, несмотря ни на что. Третье. Он не подается напрочь критике. Он не будет воспринимать вас здраво, в принципе. Точно так же, скорее всего, как и вы в дальнейшем. Бред, в принципе, по своей фабуле. Фабула – это содержание, грубо говоря. Может соответствовать сверхценным идеям. Например, у нас может быть бред ревности. Но если при сверхценной идее ревности человек поревновал, пошел на работу, на совещании забылся, вернулся домой, обратно поревновал, то при бреде ревности будет все намного интереснее. Допустим, вы с этим человеком, стрядающим бредом ревности, пошли на ту же самую кухню. Он смотрит в окно, видит, что в соседнем доме загорелся свет. Он считает уже, что это любовник, подает знак светом своей второй половинке, что точно что-то против меня задумали. Потом вы ему даете ужин, он его 10 раз проверяет, нет ли там гвоздя, чтобы его отравить, чтобы потом забрать квартиру. И, соответственно, изменить уже в ней. Да, не очень запутанно думает, но в итоге это есть так называемый бред. Он здравым не бывает. Так, теперь попробуем провести небольшую сумасу того, что я сказал ранее, потому что достаточно много терминов. У нас есть три основные звена. Это аффективная. У него дереализация, деперсонализация. Ну, там, где был ежик и расстроенный тян. Дальше это аналитическая, галлюцинации, псевдогаллюцинации и иллюзии. Скорая помощь и поняши. И инстинкты. Это уже эффективное. В эффективной у нас тревожнофобические расстройства, сверхценные идеи, настроение и бред. Теперь, вот, все, что вы узнали, это, в принципе, на самом деле, не скажу, что совсем, но почти достаточный минимум для того, чтобы поставить диагноз. Как ставится диагноз? Вот мы наблюдаем какие-то симптомы. Совокупность симптомов нам помогает определить какую-то конкретную картину у человека. То есть то, что мы наблюдаем, это называется условно-клиническая картина. На основании клинической картины и в отдельных случаях дополнительных методов исследования, например, ЭКГ, биохимического анализа крови мы можем уже поставить диагноз. Диагнозы юридически закреплены за классификациями. Каждая страна имеет право выбирать свою. Мы используем классификацию МКБ-10. Если не ошибаюсь, F0, F9. Суть классификации в том, что в ней распределены болезни в зависимости от своего происхождения. Но в каждой стране, скажем так, дошли по-своему к пониманию сути болезней. Поэтому классификаций очень много. У нас используют МКБ. Допустим, в США используют ДСМ. В Китае ЦЦМД и так далее. Но существует некая общая классификация. Она очень условная. По ней нельзя толком-то лечить, потому что она никакой конкретики не несет за собой. Но, скажем так, с ней чуть-чуть проще разобраться в происхождении болезни. Это так называемая классификация по этиологическому признаку. Этиология – это означает происхождение по-умному. На мой взгляд, пример из дерева будет самым вменяемым. Короче, верхняя часть – это, грубо говоря, листики дерева. Это самая такая подвижная часть. Ее проще всего снести, и там проще всего вырастают листья. Допустим, есть некие тяжелые жизненные обстоятельства. Там катастрофа, травма, потеря близкого человека и так далее. Само собой, если эти события превышают ваш некий психологический лимит, что вас уже начинает срывать от этого, это может привести к некой временной болезни. Так называемые психогенные болезни. Или, по большей части, это неврозы. Лечением таких болезней занимаются в основном психиатры, малые психиатрии и клинические психологи. Далее идет крона дерева, стовбур. Это более такие стойкие болезни. Для них уже требуются определенные инструменты. Чтобы вырубить дерево, нужно желательно пила или хотя бы топорик. То точно так же здесь нужны определенные медицинские инструменты. Второе – это болезни вследствие определенных соматических сложностей. Например, нарушение кровообращения, определенные инфекционные психозы и тому подобное, при которых мы задействуем несколько специалистов для лечения. Они обычно всегда обусловлены соматически, то есть телесно. Это тот же самый, например, лечение об эпилепсии. Занимается врач-эпилептолог, это разновидность неврологов, и психиатр и так далее. И самый нижний корень – это то, что по причине до сих пор не совсем выявлено. Так называемые эндогенные болезни, которые обусловлены какими-то метаболическими сдвигами в мозге. Но, скажем так, мы еще не на том уровне понимания биохимии, чтобы объяснить их. Но в целом это та же самая шизофрения, это маниакально-депрессивный психоз и тому подобное. Ну, в заключение я хочу сказать, постарайтесь не болеть. Если у кого-то из знакомых, близких и тому подобное видите подобное отклонение, лучше не стесняйтесь. Идите в частном порядке, консультируйтесь с клиническими психологами и разбирайтесь в ситуации. Всего доброго, спасибо за внимание. Я хотела спросить по поводу того, что некоторые заболевания в ходе развития психиатрии, они или теряют статус заболевания, или меняется, допустим, их название. Как, допустим, вы упомянули маниакально-депрессивный психоз, насколько я знаю, сейчас он классифицируется как биполярное расстройство. А в чем вопрос? Ага, вопрос в том, как вы относитесь вообще к концепции нейроразнообразия, насколько она вам близка? То есть, допустим, некоторые считают аутизм заболеванием, а некоторые считают аутизм особенностью функционирования мозга человека. Как вы к этому относитесь? Лично я не настолько компетентный специалист, чтобы иметь свое мнение. Я основываюсь только на том, о чем говорят учебники. Есть действительно такое явление, как в мире антипсихиатрии, они пытаются рассмотреть совсем под другой призмой уже существующие болезни, и многие из них приписывают в рамки нормы. Но, увы, на данный момент, скажем так, классификация сохраняется все точно такой же. Когда будет МКБ нового пересмотра, скорее всего, там будут какие-то поправки насчет болезней. Существует ли какая-либо корреляция между продолжительностью либо частотой дежавю и какими-либо психологическими заболеваниями? Психическими заболеваниями, да? Хорошо, сейчас попробую ответить на этот вопрос. Окей, норма дежавю, в принципе, насчет частоты я точно нигде не встречал цифр. Знаю только одно, что если дежавю сопряжено с определенным физиологическим актом, то есть, например, у человека в норме это может возникать при засыпании или просыпании, относительная норма. Но если это сопряжено с некими стереотипными актами, типа принятия пищи, не знаю, там, половым актом, или дефекации на регулярной основе, то вероятнее всего это следствие определенной нейропсихической патологии. Скорее всего, это некое искажение инстинктов. Но, опять-таки, в чистом виде дежавю не свидетельствует ни о чем. Для этого необходимо найти хотя бы еще несколько симптомов. В каких болезнях? В принципе, дежавю может наблюдаться при абсолютно любом неврозе и при, сейчас скажу, при маникальной депрессивной психозе. Он же циклотемия, он же виполярное расстройство, еще у него куча названий. Спасибо за лекцию. Хотел спросить, вот психиатры общаются, ну, например, психиатры таких верхних уровней, так скажем, которые исправляют серьезные проблемы у пациентов, ну, также шизофрения, пытаются с ней бороться. Они как бы напрямую общаются с такими пациентами, которые, например, могут иметь какое-то влияние над человеком, и, ну, в общем, с такими людьми тяжело общаться. И часто ли психиатры сами начинают подвергаться там всяким заболеваниям, и вообще как с этим борются те люди, которые видят ужасные вещи? Во-первых, я скажу так, если ты в себе не уверен, в принципе, в психиатрию не иди, это правда. С другой стороны, психиатрия накладывает некий профессиональный отпечаток, как и любая профессия. Ну, точно так же, как врачи скорой помощи почти всегда на готове, точно так же психиатры имеют, скажем так, свои поведенческие особенности, которые обусловлены тем, что они постоянно общаются с необычными людьми. Ну, те же самые репортеры отличаются от большинства людей и так далее. Но чтобы это, скажем так, нанесло определенную болезнь, я знаю один конкретный исторический случай. Это синдром Кандинского клерамбо. Назван так, потому что Кандинский клерамбо с разницей в два года наблюдали одно и то же за собой. Скажем так, у них начали развиваться псевдогаллюцинации, бред-преследование и, если не ошибаюсь, автоматизм. Это, я не сказал сегодня в лекции, достаточно редкое явление, которое обусловлено тем, что человеку кажется, что им управляют извне, как марионеткой. Они оба наблюдали эти самые симптомы у себя и сами вовремя ушли из психиатрии. Но, увы, проблема большой психиатрии, ну, как вы правильно сказали, тех, кто занимается шизофренией и тяжелыми расстройствами, у нас это в стране называется «большая психиатрия», в том, что человек теряет критику. При шизофрении человек обязательно будет терять критику к своему состоянию. То, что эти два человека смогли удержаться, скажем так, они герои. В большинстве обычных случаев они умалчиваются. Ну, коллеги, конечно, будут отдыхать от работы. Как часто, увы, я не скажу. Официальная статистика это не ведется. Благодарю вас за приказную лекцию. Вопрос у меня следующего характера. Я читал на одном форуме воспоминания некоторых людей, которые говорят, что когда-то они были в детском саду, и их забирала женщина, которая являлась их матерью, но они ее не узнавали в упор. Возникает вопрос, что вы можете сказать об этом, может ли такое быть? Благодарю вас за ответ. Если человек не узнает другого человека, это, скорее всего, амнезия. Причем конкретная. А может быть, человек просто не хотел видеть. Так что я не могу сказать так чисто наугад, не видя человека, не наблюдая его какое-то конкретное время. Но, если честно, это крайне маловероятно. Спасибо за интересную лекцию. А можете немножко подробнее объяснить про псевдогаллюцинации? Не совсем понял. Псевдогаллюцинации, в чем разница между обычными галлюцинациями? Как и при обычных галлюцинациях, конкретного объекта, который ощущает человек, нет. Мы объект можем слышать, мы объект можем осизать нашими ручками или, допустим, на поверхности тела. При псевдогаллюцинациях мы не ощущаем какой-то конкретный объект. В галлюцинациях мы видим, слышим что-то конкретно… Извините, пациент видит или слышит конкретно четкое явление. При псевдогаллюцинациях это нечто неопределенное. Обычно это голос, говорящий что-то изнутри. Это какая-то, скажем так, аномалия в теле. У меня такое ощущение, что чужой. Вот чужой во мне, а вот это типичный пример такой современной псевдогаллюцинации. Богдан, вот ты у нас уже много месяцев на 15 на 4. Как вот ты как специалист оценишь, насколько в пределах нормы ситуация в обществе популяризаторов науки, и не стало ли это сверхценной идеей для кого-то из нас? Я считаю, сверхценной идеей это… Ну, даже не я, извините, я не имею права считать, но подавляющее большинство психиатров считают, что сверхценная идея – это далеко не всегда плохо. Это, скажем так, возможность добиваться нечто своим волевым усилием буквально несмотря ни на что. Это, скажем так, сверхволя. И я считаю, что сверхценная идея – это хорошо, и да, здесь они наблюдаются в каком-то количестве, но крайне небольшом. Всем спасибо за внимание, было очень интересно с вами общаться. Спасибо. 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 Спасибо.